Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Можно ли было избежать трагедии инспектору по делам несовершеннолетних, которые бросила трехлетнюю девочку на произвол отчима, сегодня вынесут приговор? Престольный праздник в старейшем храме Самары, Вознесенскому собору, в котором побывали три императора 170 лет. Светить всегда, светить везде. На самарском символе поколения космоса появится динамическая подсветка. Условных террористов обезвредили, заложников освободили. По всей стране проходит учение. План их проведения в 2017 году утвердил Национальный антитеррористический комитет. Особое внимание городам, в которых состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Оперативным штабом в Самарской области проведена условная операция на речном вокзале. Навыки совместной работы в экстренных ситуациях оттачивали сотрудники ФСБ, госслужащие и спасатели. По легенде, условные бандиты удерживали заложников на пассажирском судне. В учениях участвовал и пожарный корабль. Он вовремя подоспел на помощь и быстро потушил вспыхнувший на судне огонь. Преступная халатность. Суде промышленного района сегодня вынесут приговор инспектору по делам несовершеннолетних. Вопросы к Ирине Маланчуку следствия появились после того, как трехлетняя девочка погибла от рук отчима. Год назад свою падчерицу до смерти избил Харитон Горячкин. По предварительной версии, инспектор не забрала ребенка из семьи, где ему угрожала опасность. В январе прошлого года врачи больницы Середавина сообщили в полицию, что к ней поступила трехлетняя девочка с кровавыми ранами и синяками на лице. Неблагополучную семью инспектор наведал только спустя пять дней и ничего предпринимать не стала. Прибыв домой, где проживал ребенок, она ограничилась только опросом сожителя матери, так как матери в тот момент не было. Сама собственноручно составила протокол ее опроса, где попросила расписаться опять же сожителя женщины. После этого она вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не выяснив ситуацию, в которой находился ребенок. Я очень сожалею о действительно трагедии, которая произошла в данной семье, но я к данному, очень сожалею о произошедшем и к данному непричастным. Я не могла никак повлиять на исход случившегося. Прошу меня оправдать за непричастность. Незаконные подделки с символикой FIFA сразу в двух торговых центрах Самары продавали контрафакт. Это выяснилось после проверки таможенников. С прилавков они изъяли одежду на сумму почти 100 тысяч рублей. На ней незаконно использовались бренды Dolce & Gabbana, Nike, Lacoste и символика FIFA. Имущественные права принадлежат Международной Федерации футбольных ассоциаций и подлежат защите по уголовному административному гражданскому кодексам России. На данных торговых точках выявлены товары, обозначенные символикой чемпионата мира 2018 года. Данные товары Самарской таможни изъяты. В настоящее время проводится выездная таможенная проверка. Православные христиане отмечают Вознесение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников, который всегда приходится на 40-й день после Пасхи. В Самарском Вознесенском соборе престольный праздник отметили особенно торжественно. Храму исполнилось 170 лет. Олег Зверев побывал на юбилейной службе. В этом храме бывали три российских императора. Здесь был оглашен указ о создании Самарской епархии и освящено знамя, под которым русские ополченцы сражались за освобождение Болгарии. Вознесенский собор – старейший из революционных храмов Самары. Его строительство было завершено 170 лет назад. Тогда же был освящен южный Михайло-Архангельский предел. Долгое время собор был епархиальным центром, пока кафедру не принесли в Воскресенский храм, который в советские годы был взорван, а этот стоит до сих пор и обновляется. Совсем другая атмосфера в старых храмах. Вот чувствуешь, что прикасаешься не только к святыне, святыне везде, даже в новом. Вот я когда захожу в Петропавловский собор или вот в этот, я думаю о своих предках, которые жили в Самаре, которые ходили молиться в эти храмы. Сегодня православные христиане отметили Вознесение Господней. Это один из 12 главных церковных праздников. А для Вознесенского собора – престольное торжество. Божественную литургию отслужил митрополит Самарский Тольяттинский Сергий. А после службы по традиции состоялся крестный ход. Всегда все лучшее посвящалось храму, нашей отеческой вере, и архитектура, и музыкальные произведения, и литература. Все это именуется нашей культурой, нашим историческим наследием. И, конечно, все это связано с нашей отеческой православной верой. Сейчас Вознесенский собор готовят к празднованию Большого юбилея. Его отметят в 2018 году. Это будет 170-летие со дня освящения Центрального престола в честь Вознесения Господня. Олег Зверев, Константин Головин. События. Ракеты расцветят яркими огнями. Благоустройство площади рядом с музеем «Самара космическая» продолжится. В порядок будут приводить и сквер у музея Лабина. Преображение Самары – вот что волнует горожан. Именно вопросы благоустройства стали основными на личном приеме главы города Олега Фурсова. Репортаж Марина Кравцовой. Космическое свечение для символа покорения космоса. Чтобы и в ночи ракета «Союз» на проспекте Ленина была заметна, всем жителям ближайших домов предлагают подсветить памятник. Видимо, она теряется совсем. То есть не освещение. И многие наши ветераны решили обратиться к вам, чтобы сделать хотя бы в ночное время подсвет. Глава «Самара» Олег Фурсов инициативу поддержал. К созданию динамичной, интересной подсветки можно привлечь молодых архитекторов и объявить конкурс. Было бы интересно увидеть мнение наших гаража, создать нашу совместную комиссию. Мы готовы это сделать самостоятельно. Проводите конкурс, определяйтесь со сметами. В департаменте строительства поговорить с возможными меценатами и инвесторами. И тогда в сентябре вернемся к этой теме. Общественно-совет микрорайонов тоже должен принимать участие. С той точки зрения, чтобы не было каких-то конфликтов с жителями, не было потом нареканий. Заявки будут принимать до осени. В новом свете «Союз» может предстать уже к 12 апреля 2018 года. Кроме того, рядом с музеем «Самара космическая». Установят памятник инженерам ракетно-космической отрасли. А вот жители Ленинского района просят привести в порядок площадь у музея «Алабина». У нас благоустраивается район. И то, что многое сделали, но есть недоделки, которые сильно мешают воспринимать всю картину в целом. У нас очень наделенный район. И газоны, скатывается земля на асфальт. Тем самым у нас становится грязно. Муниципальным предприятиям поручено привести в порядок склон, а районным властям разработать единую концепцию ограждений газонов. Ремонтировать будут и площадь перед музеем. За помощью обратятся к областному правительству и инвесторам. Если даже 30%, предположим, мы уберем денег, мы же можем в этом году часть выполнить. Двухлетний контракт. Сможем двигаться постепенно. Уже будет заметно. Водова известного самарского художника Юрия Филиппова обратилась с инициативой установить памятную доску мастеру на фасаде здания Самарского социально-педагогического университета на улице Ленинградской, где когда-то преподавал Юрий Иванович. Юрий Иванович для нас, конечно, символ, потому что очень много сделано для того, чтобы запечатлеть город, запечатлеть наши красоты природные, людей наших. Конечно, мы здесь поможем. Проект памятной доски тоже должны разработать в сентябре, а для школьников будут организованы экскурсии на выставку картин Юрия Филиппова. Марина Кравцова, Василий Калдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. В бомбоубежище Самарского завода «Экран» незаконно проводили квесты. Это обнаружила прокуратура Советского района. Работа квест-клуба на объекте гражданской обороны является недопустимой, посчитали в надзорном ведомстве, поскольку она несовместима с использованием помещений по прямому назначению. Директору завода внесено представление. Примерно 240 домов в Самаре временно отключены от газоснабжения. Специалисты ведут плановый ремонт на коммуникациях. Ограничения затронули жителей домов по улицам Старозагора, Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Льва Толстого, Переулок, Высоцкого, Садовая и Самарская. Впрочем, как утверждается, эти неудобства ненадолго. Газоснабжение планируется восстановить уже сегодня. С января по март 2017 года численность населения Самарской области сократилась на 2500 человек. Так, в первые три месяца этого года число умерших превысило количество родившихся почти на 37%. При этом наиболее распространенными причинами смерти являются болезни системы кровообращения. От этого недуга умерли почти половина человек. На втором месте среди причин смерти рак. Из-за несчастных случаев отравлений и травм погибли почти 8%. Самарцы будут жить на улицах имени Петра Алабина и Ильдара Рязанова. Такие названия присвоили новым улицам в Самарском жилом районе Южный город. Также в микрорайоне есть улицы Кирилла и Мефозия, Федоровская, Преображенская, Дмитрия Донского и Губернаторская. На портале частных объявлений выставили на продажу ВАЗ-2103 1979 года выпуска за 3,5 миллиона рублей. Это начальная цена, которая с годами будет только расти, уверяет продавец, жительница Тольятти. Она говорит, у машины практически нулевой пробег, всего 109 километров, и на ней даже сохранились пломбы. Легковушка находится в идеальном состоянии и не требует ремонта. Машина 38 лет хранилась в специальном помещении при постоянной температуре 18 градусов по Цельсию. Отметим, что в России автомобиль ВАЗ-2103 выпускался с 1972 по 1984 год. Его прототипом был ФИАТ-124. Машина широко экспортировалась и пользовалась большой популярностью даже в странах Запада. Более полувека актерской карьеры, свыше 200 ролей в Самарской областной библиотеке открылась выставка «Легенда по имени Вера Ершова». Личные вещи артистки, уникальные фотографии и афиши. Гвоздем программы стал документальный фильм о ее судьбе и творчестве. Проект посвящен столетию со дня рождения Веры Ершовой с теми, кто видел актрису на сцене и до сих пор ею восхищается. Встретилась Алина Чемерес. Я могла бы вас найти на перроне тропки, сыпи. Как норы, это норы. Это я норы. Ой, у вас такой вид, вот вы из луны здесь свалились. А я, я не терю пальцы. Эту женщину публика каждый раз встречала аплодисментами. Народная артистка СССР Вера Ершова блистала на сцене Самарского театра драмы более 60 лет. Фильм о судьбе актрисы режиссер Алена Самсонова снимала около года. На экран он вышел в 2005-м. Хулиганка, вечно молодая женщина во всей полноте этого понятия. О том, какой была Вера Ершова, рассказывают коллеги по цеху, поклонники и сама артистка. Сниматься в кино актриса сначала отказывалась, но уговорить ее все же удалось. Перед интервью она сидела, мы там марафет наводили гораздо дольше, чем, собственно, беседовали. Потому что как там положить шарфик, как заколочку сделать. Это у нас директор фильма просто перевоплотилась сразу в стилиста. И занималась Вера Александровна, мы там перед зеркалом провели очень много времени. Но пока она как бы не сочла, что ее облик достоин для запечатления. Этой женщиной восхищался весь город. Всегда нарядная, даже зимой на высоких каблуках. Поклонники приходили на каждый спектакль с участием Ершовой. Брала за душу. Да, играла прекрасно. Со всеми своими партнерами. В обычной жизни не встречала, но в трамвае от нас же встретила. На высоченных каблуках, на высоченных завершенных каблуках, держалась прекрасно. Джульетта, леди Магбит Меценского уезда, Елизавета Английская на счету актрисы свыше 200 ролей. Веру Ершову называли примой Самарского театра драмы. Ее образы отличались искренностью и притягательностью. Зритель верил каждому ее слову. На выставке, посвященной столетию со дня рождения Ершовой, афиши спектаклей, где сыграла артистка, программки, макеты декораций, уникальные фотографии. Один из ценных экземпляров является картина Филиппова. Художника портрет Веры Александровны Ершовой. Также мы видим здесь сценические ее костюмы, в которых она играла роль. Это ее костюмы. И также наши посетители могут ознакомиться со сценариями спектакля, с ее личными пометками. То есть это тоже, мне кажется, очень интересно посмотреть. Выставка «Легенда» по имени Вера Ершова продлится в областной библиотеке до 20 июня. Создавать тематические проекты, посвященные великим людям, теперь здесь будут постоянно. Следующая выставка откроется в июле. Она будет приурочена к 200-летию со дня рождения знаменитого художника Ивана Айвазовского. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот в каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Пока одни спят, другие работают. Дорожный ремонт добрался до Молдогвардейской. Банты на улицах. В самарских школах прозвенел последний звонок. Бэби-бом в самарском зоопарке. Малыши появились у лис, зайцев и бобров. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова